В Петербурге полицейские заставили снять вывеску «Мир» с витрины книжного магазина. Надпись провисела на стекле книжного магазина «Все свободны» почти два года. До этого на надпись покушались провластные активисты, заклеившие ее словом «За», а в марте витрину с призывом к «Миру» расстреляли из пистолета. Европейский университет оштрафовали по статье об участии в деятельности нежелательной организации из-за книг в библиотеке. В мае представители прокуратуры и Рособранадзора нашли в библиотеке труды, изданные при поддержке нежелательного института «Открытое общество». В университете отметили, что книги были изданы до признания организации нежелательной. Хранились в специальном помещении и на руки читателям не выдавались. Однако это не спасло учреждение от штрафа в 70 тысяч рублей. Материал Минобороны об украинских биолабораториях зачитали в суде над политологом Евгением Бестужевым. Гособвинитель и судья, сменяя друг друга, более трех часов зачитывали сводки Минобороны Российской Федерации о биолабораториях и прочих угрозах России с территории Украины. Более подробно об этих и других новостях мы рассказали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Екатерина Дунцова подала в ЦИК документы о регистрации инициативной группы. В течение пяти дней комиссия тщательно проверит все поданные документы и при условии, что все формальные требования соблюдены, зарегистрирует инициативную группу Екатерины Дунцовой. После регистрации Дунцова собираются открыть избирательный счет, а затем запустить сбор подписей. Иногенский статус мог стать причиной для блокировки банковского счета Марата Некандрова. Как рассказал Сотовижн сам Некандров, Азиатско-Тихоокеанский банк заблокировал ему счет. Сотрудники банка обосновывают свои действия законом о контроле за деятельностью лиц, находящиеся под иностранным влиянием. При этом статей, предусматривающих блокировку счета в случае получения статуса иностранного агента, в законодательстве нет. Вернуть контроль над своими деньгами молодой человек пытается с 11 декабря. До сих пор безуспешно. «Глядеть без слез на него невозможно», – говорит адвокат Игоря Барышникова. Адвокат Мария Бонцлер посетила Барышникова в тюрьме и отметила значительное ухудшение его самочувствия. Видно, что мужчина не высыпается из-за болей. Появилась синюшность на руках. Сам Барышников жалуется на то, что не может ни сидеть, ни лежать. Врачи исправительной колонии номер 8 не могут оказать больному с онкологией мужчине необходимую медицинскую помощь. Суд в Москве выявил пропаганду ЛГБТ в клипе Николая Баскова 11-летней давности. Таганский суд Москвы назначил штраф в 1 миллион рублей телеканалу «Точка ТВ» по статье о пропаганде ЛГБТ за показ клипа Николая Баскова «Странник». Из материалов дела следует, что изучив этот сложный продукт современной музыкальной культуры, суд установил, что отношения лирического героя с другим мужчиной содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения. По мнению судьи, это выражено во взглядах персонажей и наличии реакции на поцелуй лирического героя с лицом женского пола. В десятках российских регионов отменили новогодние салюты, чтобы направить сэкономленные средства участникам СВО. Праздничные фейерверки не услышат, не увидят жители Курганской, Вологодской, Мурманской, Рязанской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской области, Краснодарского, Пермского и Ставропольского края, ХМАО, КБР, Башкортостан и КОМИ.